Костя, у тебя здесь жук. Что только не бывает на наших съемках. Когда бы я не участвовала в кухне, не все говорят, дашь, режь лук. Я плачу ради вас, ради программы «Вкус Сокрайп». Нифига к ней придумал. Ну что, это самое, ждем, кладем. Как ты вот это все вытаскиваешь? Ну ладно. Мне нравится, я добавляю. Ну мы закончили. Слюнки уже бегут у вас, дорогие друзья. Бель-бель-бель-бель. Друзья, всем добрый день. Ну что, мы продолжаем наш вкусный кулинарный проект «Вкус Сокрайп». Рады, что вы к нам присоединились. И сегодня, как всегда, будем готовить вкусно, просто, быстро и интересно. Ну и гость на нашей кухне – это человек, который все знает о мясе. Ну правда, не побоюсь этого слова, потому что много лет с ним работает предприниматель Константин Айошин. Костя, привет! Да, Дарья, привет! Сегодня будем готовить королевский плов. Ух ты, королевский, круто! В общем, все сделаем, попробуем, будет круто. Ты знаешь, я сказала нашим зрителям, что ты все знаешь о мясе. А все потому, что ты много лет работал на большом мясопроизводстве, да? Да, был большой мясоконсервный комбинат в Абакане. Я туда был принят мастером порционного отделения. В 2012 году потом перевели в мастером термостатного отделения, начальником консервного цеха. Потом вручили еще убойный цех. Ух, вообще! Склады, в общем, ну, большая практика, большой опыт. Ну, то есть, когда ты идешь на рынок и видишь мясо, ты можешь точно определить, свежее оно или нет? Да, конечно, по виду, по цвету, по запаху. А давай тогда поделимся какими-то лайфхаками с нашими зрителями. Вот у нас что для плова? Это? Это мясо говядины. Это мясо говядины. Ну, вот на что сразу обращаем внимание? Ну, то есть, оно должно не залежавшее, свежее, никаких подтеков. Оно однородного цвета должно быть. Запах? Ну, понятно, да? Ну, запах, да. Молодая телятина, выбирал, чтобы все было супер вкусно. Костя, скажи, пожалуйста, что мы сегодня будем готовить? Королевский плов. Готовим, да. Что значит королевский? Это собственный фирменный рецепт. В общем, раскрывать его не буду, будем пробовать. Да. Ну, начнем. Я уже поняла, что нам понадобится телятина. Да, молодая телятина, традиционно лук, морковь, хороший индийский рис, басмати беру, куркума, барбарис, зира. Ух ты! Кто тебя научил готовить этот плов? В том году на Мире Сибири научили узбеки, то есть подходили, показывали, что правильно, что неправильно. В общем, с того года мы начали заниматься общепитом, пробуем себя в этом направлении. Ну, давай, начинаем резать. Я буду потихоньку тебя спрашивать, потому что я уже сказала, что ты предприниматель, все знаешь о мясе. Друзья, посмотрите, какой у нас классный казан. На самом деле, вот в таких казанах можно готовить плов и нужно, да, Костя? Да. Можно на костре, да, или как еще? Ну, самый вкусный, конечно, получается на костре, на открытом огне. Сколько мы туда добавили масла? Масла 300 миллилитров добавили. 300 миллилитров масла? Да, да, с расчета на килограмм риса. Так, теперь ты будешь резать лук. Нужно тоненько? Ну, тоненько, да, полукольцами, чтобы он обжаривался побыстрее. Угу. Так все шкварчит у нас. У нас еще такой какой-то невероятный здесь запах. Вот тут вижу я пихтовое... Что такое? Пихтовое масло? Натуральное эфирное пихтовое масло. Зачем ты его к нам сегодня принес? Он тоже будет... Чтобы зрители видели, чем мы еще занимаемся. Кроме плова и мяса. Да, кроме консервной продукции и плова, да. Ну, друзья, давайте расскажем, что сегодня вкусный партнер нашей программы. Это компания Монсам. Монсам, да. Монсам – это производство консерв, паштетов. Чего еще? Да, мясная продукция, мясо растительное, субпродуктовое, ветчинное. Именно здесь, в Абакане. Именно, да, в Абакане. Начинали как? С небольшого производства? Твой опыт пригодился, да? Ты ведь работал на крупном заводе, да? Да, в бизнесе я не один. Со мной Монгуш Вячеслав Самсоныч. Он основатель вообще вот этого бренда Монсам. Монсам переводится как Монгуш Самсон. Это в честь отца Вячеслав назвал. То есть это вот история бренда. Мы оба работали на комбинате. То есть вы коллеги были? Мы коллеги, да. Он был у меня старшим мастером. Многому он учил. Мастера были той советской закалки. Апанасенко Нина Дмитриевна, Апасельская Антонина Петровна. То есть могут люди сейчас услышать свои имена, узнать, да? И, конечно, главный учитель был технолог Влада Ибалова Дина Дондаковна. Всем огромный привет. Это вот именно на комбинате была кузница кадров. Передавали опыт. Я смотрю, передали успешно. Я думаю, что мы еще попозже поговорим о твоей продукции. Что вы туда вкладываете, кроме мяса. Ну и любви к своему делу. Так, ну что, Костя, я не могу стоять, сложа руки. Я тоже буду тебе помогать. Лук? Да, давай. Лук, я начну морковь. Все любят, чтобы я резала лук. Ну ладно, что уж. А морковку ты режешь брусочками. Брусочками, да. Костя, я знаю, что у тебя большая семья. Сколько у тебя детей? Пятеро детей. Старшему сыну 12 лет. Две дочери и крайние двойняшки, два сына. Ну слушай, сейчас за окном год семьи. И это как раз многодетные родители у нас в приоритете. Всегда хотел быть многодетным отцом. Как это получилось? Да, было как-то с детства. Я думал, будет вообще восемь детей. Но пока пять. Видите, как здорово. Пятеро детей. Ну, познакомимся с ними чуть побольше. Поэтому обязательно досмотрите до конца нашу программу. Все, маслица у нас практически готова. Костя, а как доносишь пловую свинину? Ведь многие из свинины готовят лопули. Это уже не плов. Ну, каждый готовит, допустим. Со свининой он тоже получается неплохо. Я знаю людей, кому наоборот больше нравится со свининой. Но для меня больше традиционно это говядина, баранина, конечно. О, баранину это еще надо уметь готовить. Вы, кстати, в своих консервах используете баранину? Да, мы используем баранину, делаем баранину тушеную. Используем также суп-продукты. Ерубец, кишки, легкая, печень, почка. Ой, в общем, все идет в ход. Да, это вот национальные блюда мы тоже делаем в консервную банку. Что нас отличает от остальных производителей. А, ну, то есть фишка вашей тушенки в том, что это реально какие-то национальные рецепты. Местные хакасские или еще тувинские? Да, не только традиционную делаем, но и вот именно национальную. Это, ну, тувинское. Тувинские у нас сейчас названия. И хакасско-тувинское это хам. Традиционное тюркское блюдо. Ну, смотрите, друзья, мы целую миску лука нарезали, поплакали, но нарезали. И что сейчас, Костя? Все, теперь в раскаленное масло добавляем лук. О, как громко, как громко, какие пузырьки, классно вообще. Супер, смотрите, какие идеальные брусочки. Знаешь, сразу захотелось на природу. Ну, совсем немного осталось до природы. До природы совсем немного. Да, весна уже рядом. Слушай, ну, у вас весной больше работы? Зимой вы уходите в спячку? Потому что, ну, я имею в виду, что сход, зима и так далее, как-то вот весной наоборот все просыпаются, и скота становится больше, дай бог, в кокассе, чтобы его было и больше, и больше. Зимой, да, у нас спад на консервную продукцию, как правило, ну, потребность более низкая. По весне просыпаются дачники, ну, то есть шашлыки, да, потребность на мясо, продукцию больше. То есть люди идут в поход, берут с собой, там, не знаю, баночку тушенки и так далее, да? Да, теперь в Ергаках там, либо в другом месте без нашей тушенки в поход не пускают. Да ты что, даже такой просто этот, фейст-контроль, да? Обязательно. Так, покажите, есть ли у вас такая тушенка. Скажи, пожалуйста, ну, вот я вижу здесь у нас на столе награда. Это награда за тушенку. За тушенку мы участвовали в Новосибирске, был очень жесткий отбор, и вот наша продукция как раз заняла призовое место, и нас наградили золотой медалью. Скажи, пожалуйста, как пришла идея добавлять в тушенку местные таежные ягоды? Это что за рецепт? К этому нас привел туристический сувенир-конкурс, то есть мы участвовали сначала с традиционной, потом с национальной кухней, это и вот третий год подряд стали думать, а что еще? Чем еще удивить? Да, как бы живем в Сибири, в тайге, но надо было воспользоваться можжевельникой, клюквой-брусникой, папоротни, грибы. Ну что, лук у нас там жарится, конечно, мы вот тут уже проговорили, что на костре бы было быстрее, ароматнее. Ну, что есть, друзья, вот готовим на электрической плите, можно, кстати, если у вас дома газ на газу, наверное, побыстрее тоже будет, но у нас вот так происходит. Ну что, овощи мы порезали, теперь самое главное блюдо, самый главный ингредиент мяса. Как будешь резать его, на кусочки как? Да, молодая телятина я обычно режу на большие куски, а потом уже, когда блюдо готово, достаю и измельчаю, и подаю на рис. Ну, то есть наша сейчас задача, чтобы вот это мясо дало сок, правильно? Ну да, мы его чуть-чуть обжарим и в зирваке, вот оно именно сварится, сок даст вкус зирваку. Ну, смотрите, друзья, видите, как, ну, особенность, да, этого рецепта, именно королевского плова, вот такие большие, достаточно массивные куски мяса, да, это такое? А когда готовим в казане, у нас на 150 литров, и взяли сейчас на 250, там куски ложим прям вот такие. Килограммовые, хочешь сказать? Да, смотрится прям бомбически, когда народ видит и прям стоят, ждут, пока мы приготовим, сделаем и потом пробуют. Так что, друзья, берите на заметку, если вы хотите кого-то удивить, поедите на природу, прямо не жалейте мяса большими кусками, выкладывайте его в плов. Друзья, все, лук у нас готов, загружаем мясо, немного его обжариваем. Получится прям посмотреть, ух ты, красиво, правда, настоящее шоу, и обязательно перемешать, да? Да, сейчас оно у нас немного обжарится, потом будем подавать лук. Я смотрела, на протяжении всего времени ты не добавлял масла, то есть масла, которое мы добавили в самом начале, его хватает? Да, его хватает полностью. Сколько, напомню, мы добавили? 300 миллилитров. Аромат прекрасный у нас, друзья, прекрасный. Добавлять воды. А морковь? Вот сейчас обжариваем немного мяса, буквально это минут 7 будет, потом обжариваем морковь. Морковь должна немного так будет, ну, проминаться, и все, и потом добавляем воду, пряности, соль. И рис. И готовим зирвак. Ну, давай пока у нас есть время, поговорим про рис. Вот ты принес, сказал, что это специальный рис. Да, индийский рис, басмати. Я вот так сюда его вот так покажу немножко. Длиннозерный. То есть много пробовали рисов, но вот, допустим, мне, лично мне понравился именно индийский басмати. Ну, то есть, получается, для королевского плова лучше индийский рис, басмати. А что же делать с нашим краснодарским? Вообще не подходит? Подходит, но блюдо не такое насыщенное, вкус не такой. Как там? Все? Все. Как надо, отлично. Мясо, да, немного обжарили, а теперь добавляем морковь. Угу, ух. Смотрите, как у нас много по-королевски моркови. Так, морковка – это витамина. Витамина для зрения. Костя, а как мы поймем, что все готово для того, чтобы сделать этот, как ты сказал, зирец? Зирвак. Зирвак. То есть, у нас должна дойти морковь до готовности, ее готовность мы проверяем лопаточкой, слегка надавливаем. То есть, она без усилия. А я смотрю, смотри, практически без усилия уже. Да, ну, практически готова, еще, наверное, минут 7 и все, будем заливать воду. Отлично. Добавлять пряности. Друзья, я очень жалею, что наши камеры не могут передавать те ароматы, которые есть на нашей кухне. Жарко, вкусно, ароматно. Костя, все готово? Уже что, вот этот? Все, да. Для того, чтобы… Морковь подошла, теперь добавляем воду и пряности. Давай. Воды сколько? Буквально, чтобы вот закрыла морковь и мясо, то есть, много не надо, чтобы зирвак был крепкий, много не льем. Говоря простым языком, зирвак – это основа плова. Да. А, вот они, специи пошли. Добавляем барбарис. Барбарис. На глаз, да? Или две маленькие ложечки. Полторы, да. Угу. Это просто ручная мельница только что была. Кстати, мне, друзья, тут показали мои операторы, что если действительно вот так растолочь, что это? Зира? Зира. Вы сразу поймете, что у вас в руках практически готовый плов. Перец черный, молотый. Угу. Тоже две столовые ложечки. Ой, нет, это чайные ложки. Чайные. Ага, и куркума. Куркума, да. Друзья, мы засекаем время примерно 20-25 минут. Да, перчик, чеснок. Прямо вот целиком? Прямо целиком. По-королевски. Так, и после специй ты кладешь нут. Да, высыпаю нут. Вот прямо столько? Это тоже на любителя. Мне нравится, я добавляю. Ну что, друзья, мы решили, что пока наш зирвак варится, мы не можем сидеть без дела. Костя, я знаю, что кроме тушенки вы еще производите различные паштеты. Вот, например, печеночный. Как мы его будем сейчас применять? Что мы будем делать? Так, ну предлагаю его донести на хлеб, на батон, на наш вкусный. Да, вот у нас, смотрите, такой ремесленный батончик. Мне сказали, что он только что из печи. Класс аромат. Просто я нарежу, да? Расскажи, вот в чем особенность паштетов? Как вообще паштеты готовят на производство? Паштет берется говяжья печень, пряности, специи, кутируется на кутере и закатывается в банку. При определенном процессе стерилизации своя формула на паштеты данный продукт готовится. Так, ну а ты можешь свой паштет намазывать, давай, чтобы мы вместе, я хлеб. Ну, получился такой бутербродный быстрый перекус. Поехали куда-то в дорогу, да, взяли паштет. Очень удобно, да, громовка небольшая, то есть это не банка номер 9. То есть на 5 человек вполне всем хватит. Вкусный, нежный, насыщенный. Держи, давай попробуем. Так, кладем. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Ммм, ну что, вкусно? Вкусно, хорошо. Свеженько, хорошо. Все, зирвак у нас готов. Сейчас мы промываем рис. Друзья, напоминаем, рис у нас индийский. Но можно, если у вас нет индийского риса, брать другой, любой. Промываю на раз. Не надо его там сильно мять. Просто немного пошевели. Все, сливаем. Так, убираем все это. Убираем чеснок, перчик. Слюдки уже бегут у вас, да, дорогие друзья? Костя, ну делаешь это, ты все прям профессионально. У тебя даже профессиональные, как сказать, вот эти все приспособления для того, чтобы... Суморки, ну это, да, под большой казан. Так, ну что, теперь сколько будет наш плов доходить, ну, можно сказать, до конечной точки? Ну, примерно, еще где-то полчаса, и все, и будем дегустировать. Костя, а почему именно через шумовку, через лопатку? Это что же? Чтобы вода равномерно распределялась, чтобы она не под напором. Это тоже такой секрет, да? Костя, сколько воды ты туда залил? Воды примерно, чтобы скрыло, ну, сантиметра два-полтора. И даем настояться, да? То есть мы сами увидим в процессе, как он... Да, сейчас именно надо следить за огнем, чтобы он не был большой, не был сильно медленный, чтобы у нас все вот разом не перевернулся там зирваки, рис. Друзья, мы вам обещали сюрприз. Вот он, не только готовый плов, но и большая семья нашего героя Кости. Костя, все в сборе? Все в сборе, семья готова к дегустации вкусного плова. Давай перекличку быстренько. Супруга Татьяна, старший сын Булат, дочь Екатерина, дочь Татьяна, сын Георгий и сын Константин. Ну, я думаю, что план, заданный президентом нашей страны, ты выполнил. Выполнил, да. Плов готов, все получилось. Что ты скажешь по внешнему виду? Все, на внешний вид очень вкусно, аппетитно. Вот это вижу, горочка такая. Сейчас ризно перемешаем с зирваком. Костя, прежде чем ты будешь накладывать плов, пожелания в год семьи всем жителям города Абакана, республики Хакасия, всех, кто нас смотрит и слушает? Сначала хотел бы пожелать, если вы решили создать большую, либо небольшую семью, не бойтесь, не ждите никакого достатка, ни квартиры, ни машины, ни статуса. Старшие двое детей у нас были в съемном общежитии в 12 квадратных метрах. Все пришло, все хорошо. Жилье свое и машины, и квартиры. В общем, если решились, ничего не ждите, никакого положения. Любите друг друга, будьте счастливы. И вкусно готов. Все будет хорошо, мирного неба над головой. Всем здоровья и любви. Мне кажется, вот когда плов, это такие ощущения тоже, ну, большой компании, семьи, но еще и символ того, что открыт сезон готовки на улице в том числе. Так, а вот теперь самое такое. Ну-ка. И вкусно. Большая, большая, красивая вот такая миска, не знаю, блюдо с пловом. Большое, красивое. Ну что, друзья, на этой вкусной ноте мы желаем вам приятного аппетита. Сейчас наша большая компания, наша съемочная группа обязательно это все попробует. Ну, а вам мы говорим до встречи в эфире телеканала Абакан 24 в проекте «Вкус, окрай» в этой уютной, прекрасной, радушной, жаркой студии. Еще будет вкуснее. Пока-пока. Всем спасибо. Субтитры подогнал «Симон»